Девушки отдыхают Здравствуйте! Сегодня я пришла сюда, чтобы найти достойного меня мужчину, которого я смогу уважать и которым смогу гордиться. А со мной мои друзья Анатолий и Олеся. Юлия, 24 года. Рассталась с избранником, когда ее перестал устраивать его социальный статус. Юлия владелец юридической фирмы. Мечтает стать судьей по гражданским делам. Гордится своей целеустремленностью, занимается художественной гимнастикой, изучает французский язык. Предупреждает, в ее квартире никогда не будет кошек. Юлию никогда не заинтересуют мужчины творческих профессий, которые следят за модой и уделяют много внимания своему внешнему виду. Выйдет замуж за надежного мужчину, равного ей по статусу. Здравствуйте, Юлечка. Друзья мои, помогайте. Добрый день. Ну, как дела? Чего такая вдруг нервная? Не знаю, немножко переживаю. Сидит на самом козырном месте. Сейчас будут три мужчины в кровь буквально драться за ваше внимание, за вашу благосклонность. Сосед нервничает. Рассказывайте про статус. Вы в 24 года открыли свою юридическую фирму. Поскольку гражданские дела не закончатся никогда у народа, то есть вы хлебом обеспечены на всю жизнь. Интересно, как она в 24 года сама раскрутилась? Слушай, ну, вообще, да, собственно, бизнес, это, блин, это как собака. Алик, сколько много там обоих лет? 24 часа на работе. А когда учились, кто помогал? Молодой человек, с которым вы жили? Нет, когда я училась, мне помогали родители, то есть они меня содержали, а молодой человек немножко помогал в бытовом плане, то есть покупал продукты, ну, там, дарил подарки. Ну, здорово. Стирал, убирал, готовил. Покупал продукты. А, ну, понятно, домохозяин. Домохозяин. И как только у вас появилось свое дело, институт вы закончили, вы подумали, что парень-то мелковат рядом с вами? Ну, да, то есть я это понимала еще, когда заканчивала университет, то есть я начала заниматься своим делом, когда еще только заканчивала. Меня раздражало, что он стремится к чему-то большему, потому что у меня серьезные планы на жизнь. Вот к чему хотелось бы конкретно? Мужчине нужно говорить, я хочу, чтобы ты мне принес сейчас шоколадку или шубу. Ему нужно рассказывать, я хочу, чтобы ты стал начальником супермаркета или директором киностудии. Им нужно говорить, чего вы хотите. А если будете просто рядом злиться, он не поймет, в чем дело. Нет, я ему говорила, просто он начал часто менять работу. Сколько ему было лет? На тот момент, когда мы познакомились, ему было 21 год. А вы хотели, чтобы он 21 год стал сразу начальником, да? Нет, но постоянно менять работу. Как часто? Раз в две недели? Послушайте, раз в полгода. Слушай, я тоже часто работу меняю. Но это же Москва. Раз в год. Не, ну вообще по стандарту нам каждого года должен менять. Может, просто разлюбили, а не хотели себе в этом сознаться? Юль? Может быть, разлюбила, потому что, опять же, перестала уважать его мнение в чем-то. То есть, если когда мне было 19 дней, оно одно единственное верное, да? Это ваше? Нет, когда я перестала уважать его мнение относительно чего-то. Почему? Он все, о чем я говорил, все было мимо? Ну, мне казалось, что все, что он говорит, все... Пока непонятно, солнышко, Юлечка. Например, вот все надо на пример. Мы, например, с Димой Золотухиным, который сыграл Петра Первого, подрались. Ругались так, что просто соседи стучали по батарее. Потому что я назвала Катерину из Грозы плохим словом, а Ленина назвала еще хуже. Он мне сказал, а ты-то кто такая? Ты-то, где ты, где Ленин? Ну, в общем, у нас были какие-то конфликты абсолютно вот такие идеологические, да. Вкусовые, в смысле, мне нравилось одно в литературе, ему другое. То есть, были конфликты, и почва, вот она, я вам ее озвучила. А вы в 21 год, что вас не устраивает? Почему вы перестали уважать его мнение? Ну, я перестала, наверное, его уважать. Опять же, потому что он часто менял работу. А он деньги-то приносил, он мог менять работу. Зато все равно машины есть, квартиры есть, подарки дарят, деньги родители дарят. А ваш социальный статус, естественно, повышался, да? Ну, мой повышался со временем. Ну, как? Ну, все постепенно. Послушайте, ну, если вы любящее сердце, вы понимаете, что вы вдвоем должны расти? И в жизни бывают взлеты и падения. Вот сейчас смотрят мужчины на вас и думают, о, это я вот как, если у меня с ней все сложится, сегодня густо, а завтра вдруг что-то там такое... А давайте поймем, что такое статус для вас? Потому что сайт открытили... Хорошая работа, определенный заработок, наверное, да? Машина определенного класса, да? Общество. Нет, это не совсем обязательно машина определенного класса. А что за тогда статус? Ну, опять же, постоянная работа, чтобы человек постоянно был чем-то увлечен. Смотрите, постоянная работа, вы все время про это говорите. Разве менять работу это зазорно? Я понимаю, если, например, вы пять лет работали, он пять лет сидел дома, нашел себе что-то, и тут же его уволили через две недели. Вот я понимаю, тут накипело, понятно. А тут что-то... Не, я не вначале что-то развивался, вообще надо два-три года менять работу. Ну, если, конечно, я не снесу бизнес. А потом что? Если он дворником работал, поменял работу, сантехником стал. Нет, нет, не в этом. Конфект в том, что Юля владелец своей фирмы, а он наемный работник. Вот смотрите, мой муж в течение пяти лет, ну, я не могу сказать, что он ниже, он есть уже, какой он есть, у него есть имя. Но я зарабатываю. Мне в голову не взбредет ему сказать, ты знаешь, как ты, мальчик, я выросла, вот теперь я могу выйти замуж только за Нагиева, понимаешь? Или там за Малахова. В голову не придет, потому что есть что-то другое. Да плевать мне на эти деньги. Знаете, сегодня зарабатываешь, завтра тебя выгнали отовсюду. Закрыли перед тобой все двери, и ты опять никто. А человек рядом, который тебе сострадает, сопереживает, с которым просто интересно. Кто, со статусом что-нибудь жить, Юль? На самом деле, да есть, знаете, какие простые парни, вот такие, и вы рядом с ними будете расти, потому что он вовремя скажет доброе слово, вовремя повысит вам самооценку, вовремя скажет, Юляш, да бог с ним, родила? Ты знаешь, я буду приезжать с ребенком к тебе в офис, покормишь, я заберу, посижу пока, потому что у тебя карьера идет в горы, я немножко в тень. Потому что когда живут двое, они договариваются даже без слов. Нет, я не спорю, это когда оба человека смотрят в одном направлении. Глупости это. Вы можете смотреть в одну сторону, он в совершенно противоположную сторону, но вы настолько его любите и уважаете, и вам должно быть в качестве приятно. Нужно просто вместе, молодым людям, парень, если девушка и парень, надо совместно строить что-то будущее, совместно строить. Идти вперед вместе, а не кто-то там от... Конечно, лидер, да, кто-то лидер, а кто-то... Статусно, это сколько денег зарабатывает в месяц, а то мне что-то непонятно. Ну сколько, давайте от вашего оттолкнемся. Вы сколько в месяц зарабатываете? Вы знаете, я не хочу разговаривать количество. А не хотелось бы разговаривать о точных суммах. Никто не называет, кто приходит в эту студию, ни разу я не слышала, чтобы кто-то сказал. 427 тысяч, 48 копеек. Никто не сказал. Все говорят, мне хватает. Говорю, на что? Два раза отдыхаю в году в Твери. Хорошая машина бизнес-класса у вас какая? Ну у меня средняя машина. То есть не бизнес-класс? Средняя машина. Квартира своя? Квартиру снимаю. Вы же из Писара, да? Нет, я сама из Иркутской области. То есть я приехала сюда 7 лет назад и закончила здесь университет. В Москве? Нет, в Санкт-Петербурге. В Петербурге, да. А мужчина в метро не должен ездить? Ваш мужчина. Ну у меня нет каких-то таких четких определений. Послушайте, Юль, я ведь на вас не нападаю. Я просто громко разговариваю, чтобы меня все услышали. Я очень доброжелательна к вам. Я просто уважаю человеческую позицию. Вот если вы сказали, хочу. Аргументируйте и стойте на своем. И я скажу, боже мой, а почему нет? Почему все должны подать одну гребенку? Но хочет она статусного. Но считает она себя вот уже на определенном пьедестале. Так и ради бога. Мы же все разные. Вы только скажите, что вы так стесняетесь? Вы же не на суде. Вообще странно, что адвокат стеснительный. Нет, если честно, я думаю, что история и вообще вопрос в другом. Вас как содержали родители в то время, когда вы жили с ним вместе и были студенткой, так потом вы сами стали себя содержать, а он никаким образом, видимо, не брал за вас ответственности, не принимал участие в вашей жизни, так как вам хотелось бы. Они начинали общаться в 21 год, а потом уже шли годы. Я так ему возрасту у меня выросла, у меня как-то изменился характер. Сколько лет длились отношения? Отношения у нас длились 3,5 года. Вы просто выросли. Я выросла, и, может быть, человек стал не так близок к мне. Вот я говорю, и мнение его не так стало важным для меня. Да, поэтому никакие цветы и уверения в том, что он вас любит, вас это больше не тревожило вам. Хотелось новых эмоций, хотелось новых отношений, почувствовать себя с другим мужчиной по-другому, взрослой девочкой. Да, я, наверное, ударилась в карьеру больше, и личные отношения... Стоп, про карьеру. Не так сказать. Вы хотите замуж. Мужчина, который вас сегодня выберет, или вы выберете его, он тоже захочет внимания. Тоже определенные какие-то часы в неделю должны быть на него потрачены. Я постараюсь уделять ему внимание. А сколько времени? Сколько потребуется. Ну, вполне вероятно, потребуется, значит, ну, хорошо, с девяти до семи утра время. И чтобы голова не болела. А то у нас приходил один, говорит, чтобы только голова не болела. Посмотря чем будет заниматься мужчина, опять же. Вот вы сказали, что у вашего бывшего были какие-то дурацкие черты характера, и вы не хотели бы в новом мужчине, в новом избраннике их тоже наблюдать. Мне хотелось бы, чтобы мужчина был сильнее меня морально. Нет, а в чем дурацкость-то была в характере? Она хочет, чтобы мужчина был сильнее морально, стержень графитовый, урановый. Вот, например, когда вы ссорились, он уходил из дома, уезжал к своей маме. Вас это раздражало? Не к маме, он уезжал к друзьям чаще всего. Уезжал к друзьям, я оставалась по ночам одна. То есть у меня это больше всего после наших ссор, да. А вы хотели донудеть, чтобы он умер в постели? Меня не устраивало, что он... Нет, я тоже такая. Я вот пока уже мне скажет, понял. Вот тогда я говорю, пап, что ты кричишь-то? Слушай, ну мне надо донудеть до такой степени, чтобы у человека давление поднимается. Это я про себя. Видите, а этот человек не хотел. Вот это зу-зу-зу. Поэтому уезжал к маме или к друзьям. Ну да, его раздражало. Значит, нужно было подкорректировать себя и сказать, чтобы не уезжал к друзьям, больше нудить не буду. И делать замечания. Ну у нас даже не нудение было, а больше ссоры такие масштабные. На почве. То есть кричали, орали, били по ссору. Из-за чего? На почве ревности, что я опять же могла по вечерам встречаться с клиентами. В общем, не ваш мужчина. Ну, естественно, ваша работа предполагает встречи с клиентами на нейтральной территории. А где сегодня встречи? Ну не на лавочке же в саду, правильно? В кафе, в ресторане. Все, ясно. А мне бы тоже не понравилось, если моя девушка вечерами встречалась с каким-то клиентом. Она работу, извините. Принесла в дом, как бы, работа ради работы. Значит, сегодня нужен кто? Сегодня нужен целеустремленный мужчина. Тогда к нам. Тогда к нам. Сразу в третий домик заходи. А у него должны быть свои цели. Или вы хотели бы, чтобы цели были общие? Например, решили, что строим дом, все. Умираем, работаем над строительством дома, копим деньги. Либо ему будет позволительно иметь свои цели. Там какую-нибудь коллекцию часов, например, заводить. И стремится к этому. Нет, это, конечно, это, пожалуйста. Он может... За свои деньги? Ну да. А у вас, кстати, бюджет какой будет? Совместный или раздельный? Я считаю, что у нас тройной будет бюджет. Какой тройной? Мой бюджет, да, его бюджет и общий. Хорошо. А в общий кто будет складывать? И я, и он. А вы сколько процентов со своего будете в общий класть? Я даже не знаю. Пять. Не, ну если там дорогой дай мне там на чулки или там дорогая дай мне за хлеб, дай мне денег и за хлеб нахожу, это как-то очень печально. Не, ну это, естественно, совместно. Ну вообще, я как бы у каждого свои деньги, как бы если что-то надо совместно, то они как бы, ну... Договариваются? Договариваются, да. А не так, чтобы, знаешь, со сковородкой зарплату принес. Я, знаете, хочу сказать, я знаю таких девушек и знаю таких женщин, как вы. Очень удачно, кстати, выходите замуж. Всю жизнь живете с мужчинами действительно статусными и очень перспективными и денежными. Вырываете свое счастье, которое вот вам именно нужно, вот то самое счастье. Будут у вас детки, вот они учатся в хороших школах. Вы такая знайкиная, вы все знаете, как жить, как правильно жить. У вас все получится. Вы не мечетесь. Это вы сейчас сидите такая скромная, и слова из вас не вытащишь. Вы девушка очень жесткая, вы действительно целеустремленная, вы всего добьетесь, не на тем-то катанием. Поэтому мужчину буду искать вам. Мужчинам тоже такие нужны, как вы, в семье-то. Поэтому все будет с вами просто и легко. Я абсолютно уверена, что вот это требование статуса, которое заявлено, это требование поверхностное, наносное. Вы боретесь со своими эмоциями. Я думаю, что правда разлюбили, правда поняли, что из этих отношений как-то надо выкарабкиваться, а найти другого, более подходящего повода не смогли. Жалели, боялись просто сказать в лицо «не люблю больше». Нужны были какие-то дополнительные аргументы. И вот сейчас я абсолютно уверена, что если мужчину полюбите, ну, неважно, какого рода у него статус будет, вам будет сложно избавиться от своих эмоций. Я, с одной стороны, понимаю, что вы вроде как с буквальностью девы заявляете совершенно другое, но мне кажется, что сегодня в программе вам сложно показать свое лицо, и нам придется вас как-то особенно расшифровывать. Вы можете удачно выйти замуж, но это человек, которого можно будет уважать скорее за интеллект, нежели за какие-то реальные достижения. Такое тоже бывает. А мужчине будет сложно, потом будет отказаться от вас, потому что вы так ему выдвинете, что он скажет, ладно, 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 все, живем дальше. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Юлия. Встречайте первого жениха, удачи. Привет. Меня зовут Никола. Ты очень превосходно выглядишь. Вот. Я бы с тобой хотел пообщаться и ближе тебя узнать. Спасибо. Проходите. Здрасте. Здрасте, Никола. Значит, я пришел со своей бабой Марины и с братом Стефаном. Давайте на вас посмотрим. Никола. 22 года. Не работает, гордится тем, что бросил курить и окончил колледж. Никола не считает, что мужчина должен платить за женщину. Он мечтает о девушке со статусом, которая будет много зарабатывать, обещая дать ей все свое душевное тепло и защиту. Никола расстался с возлюбленной, потому что Таня разрешала ему флиртовать с другими и требовала, чтобы он пошел работать. Надеется, что Юлия примет его таким, какой он есть. Ну что, мой дорогой, кто пенсиональности? Я наполовину русский, наполовину серп, но у меня много кровей, еще хорватские корни есть. В общем, с Балкан. С Балкан? Прямо по правдушнему? Ну да, у меня отец просто серп пенсиональности. Ой, какая у вас музыка. Киркоров, боже мой, как я обожаю эти балканские напевы. Ну да, там очень хорошая музыка, еда и вообще сама культура очень интересная. А мужики-то какие? На кой вам работать? Господи, берегите себя, вы нам нужны отдохнувшие. Навряд ли она его примет. Он будет пить, гулять, веселиться, а Юлька будет работать. В юридической первой эфире я работаю, а я буду спертовать, гулять, отдыхать. Во-первых, мне нравится, что вы не хотите работать. Во-вторых, мне нравится, что вы хотите жениться на статусной девушке, что вы не должны платить за... При такой красоте еще быть щедрым. Для этого мамка рожала, да? Нет, смотрите, объясню, объясню как бы. Давай. Просто у меня как бы именно такая позиция насчет этого. То есть девушке, которая со статусом, да, как правило, им на самом деле не нужен там парень, чтобы был с деньгами. Ну, я считаю, как раз-таки у девушек, которые приезжают с провинции, вот, у них вот такое именно в голове есть то, что такие мысли, что... У самой денег нет, надо к деньгам припититься. Нет, почему? У меня есть деньги. Просто он делиться не собирается. Нет, делиться почему буду, если я вижу, что взаимные отношения, то просто мужчина должен быть мужчиной. А статусная, это значит богатая, я правильно поняла? Я просто не особо понимаю всякие действия. Ну, я считаю, что да. Богатая. А она может быть страшненькой? Нет, она должна быть в внешности опрятная, красивая, вот. Ну, манерная, ну и с характером, потому что я люблю девушек, которые проявляют характер. То есть манерная. Ну, у вас же были уже отношения, Никол? Конечно, были. И что там? Я встречался два года, ну, девушка была очень ревнивая. Ну, мы встречались, встречались, то есть прошло... Вам не разрешено было ни кокетничать с другими девушками? Нет, ну, потому что... Не встречаться с ними, что за жизнь, блин? Нет, я не спорю, я тоже ревнивый, да, то есть у меня тоже проявляется ревность, но как бы ревность должна быть уместна, а не просто там... Например, я сижу с подругами, да, там элементарно, там, где-нибудь в кафе, там, да, то есть подруги, это же нормально, я же не сплюжен с ними. Да, о чем вы говорите? Вы же не в кровати лежите? Мне интересно общаться. Хотя даже если лежали, может, вы устали просто. Мне интересно узнавать людей, понимаете? Я понимаю. Я его позицию вообще не понимаю. Татуировочный, кокетчик, флиртовать, не работать, хорошо живет. Правда, а девушке зачем бегать на свидание к парням, правда? Это неприлично. Вы-то в свои годы еще должны как бы жизнь познать. А вот за чей счет вы сидели в ресторане? Ну, не за свой розы. Каждый за себя платил. Ну, почему? Я не считаю, что такой девушка заплатит. Если вы не работаете, деньги-то кто вам? Девушка давала? Мужчина должен другие качества проявлять. Он должен уметь заступиться за нее, быть мужчиной в любой ситуации. И вот интересно, вы предлагаете за вашу доброту и красоту защиту. А вы от кого защищать собираетесь? И какими навыками, ну, к рукопашной борьбе вы владеете? Нет, я вообще раньше, как бы, к рукопашной борьбе нет. Ну, как бы улица – это улица. Например, как люди говорят, там, в зале кто занимается, да? То есть совершенно разные. Например, можно быть боксером, а выйти на улицу и совершенно испугаться. То есть что-то я не заметил, чтобы у нас сборная по рукопашному бою сильно пугалась на улице. Марина, Марин, а вы с мужем не в разводе? Нет, у меня муж, к сожалению, умер, я одна-двое детей воспитываю. То есть мальчишек поднимали до скольки лет? Ну, вот и сейчас поднимаю пока еще. А с мужем поднимали где-то до 10 лет, им было 10 лет. Она его до 30 лет, может быть. Ему сколько лет? Может, ты жива? Мариночка, ну вы-то русская женщина, вы же понимаете, что у нас азиатская ментальность. Мы привыкли, что перед нами открывают дверь, дают нам пальто, за нас платят в ресторане. Знаешь, мужчина не тот, кто играет мышцами, а тот, кто в ресторане пытается быстрее достать свой кошелек. Но мы так заложены генетически. Нет, у него такой ситуации нет, у него немножко еще такое писание. У него всегда, конечно, есть и деньги, всегда это... А вы даете, что ли, он же не работает? Нет, но он учился, ну, конечно, я помогаю, естественно. А почему сын не работает? Вот вы женщина. Я закончил только, вот, защитился буквально несколько дней назад. Учил больше образования буквально. Учился, 9 лет учился, посвятили в нашей семье, очень много времени уделялся образованию. Никола? Да. А вот давайте, Мадюш. А когда на работу будем устраиваться? Что впереди, то есть... Какая специальность? Вообще хочу актером стать, на самом деле. А учился на кого? На менеджменте гостеприимства. А вы не закончили театральный институт. Почему вы считаете, что у меня такой дармовой хлеб? Почему вы считаете, что нам не обязательно учиться 4 года, да, в театральном институте? Не, ну, не знаю, может, просто бывает, там, заметят, подфартит, и кто-нибудь возьмет, где-нибудь снимается. Нет, так не бывает. Нет, нет. И сразу возьмите, пожалуйста, Федору Бонтерчуку в какой-нибудь очередной филе. С Гошей Туценко желательно. А вот, Юленька, скажите, а вам как вот ситуация, что за себя платить будете? А потом вот учился на одно, а пойдет сейчас другое. Ну, конечно, я не в восторге от одного и другого, от того, что учился на одно. Вы готовы рассматривать мужчину с такими принципиальными... Если мама Марина готова будет поддерживать сына, а вы на что? Почему бы не будет? Еще пять лет он будет учиться, а пять лет кто-то будет за него дал. Мама будет работать на трех работах. Сколько будет платить? У нее же юридическая фирма, чем? Тогда зачем вам жена в 22 года, если вы хотите стать актером? Почему бы и нет? Потому что я детей хочу уже. И детей тоже манки? Да, нет. А как? Чему вы будете делать актерскую, например, карьеру? Не, ну, мама же тоже этот человек, правильно? Она же тоже должна бабушкой все-таки быть. Тем более, как бы, возраст. Она все-таки не молодая, как бы. Знаете, что-то мне скучное, неинтересное. Может быть, вы какой-то сюрприз покажете? И я вам вот на вскидку, ну, не просто как же меня в жюри минуты славы, правда, выбираете, какой год подряд. Значит, а что-то в этом смысле? Может, правда, сейчас такое там покажете, что я... Не знаю, может быть, ошибаетесь. Все же мы ошибаемся, правильно? Нет, вы что, я же рентген. Я не ошибусь. Мало того, я вам даже помогу, может быть. Пошли. У меня танец. Давай. Это очень красивая. Спасибо. Ну, правда, я двигаюсь, конечно, не очень. Не танцор, но все же... А зачем ты туда вышел, по-моему? Постараюсь, как бы, чтобы, ну, у тебя какое-то впечатление обо мне осталось. Вот. То есть, как-то так. Ну, надеюсь, что, ну, мы с тобой продолжим потом общение. Ну, он ее укачает сейчас. Слушай, он ее укачает, и она уснет. Как он чрезвычайно к ней прижался всеми. Ну, а как надо прижиматься, я не знаю, как надо быть еще. Боже мой, это неприлично. Ну, это нормально. Надо сразу, как бы, в свои руки брать, правильно? Ему сказали, ты разумею покрепче. Бери быка за рога, как говорится, да? А она, смотри, не знает уже. Она уже будет, да? Иди, иди. Ой, Никола, Никола. Все, малыш, каре, прям присосался, смотри. Жесть просто. Смотри, она уже все, она сейчас просто упадет. Нет, она сейчас просто вспомнит, ну, пару статей из уголовного кодекса, как бы, а вот сразу все поймет. Смотри, слава богу, закончилось. Пойдем. Знаете, что я вам хочу сказать, Мариночка? Не знаю, как сработает, но поприжиматься-то ручки золотые у вашего пацана. Поэтому пусть себя ищет. Более того, чтобы было красиво. Ну, конечно, из меня танцор никакой, но... Это я заметила. Это тоже спортсмен, но спортсмен, они не особо двигаются. Другой раз, говорит, так прижался, думаю. А спорт-то какой был? Футбол. Футбол, молодец. Комнату свою. Спасибо большое. Мне кажется, он абсолютно не подходит Юле. Вот, вообще. Это то, что, наверное, Юля опасается больше всего в жизни. Анатолий? Ну, я абсолютно согласен. Я вот, когда вот все это выслушал, у меня на самом внутри столько вообще, такая буря эмоций. А классик к чего? По поводу вообще всего, даже отношений жизни. То, что, я же не говорю, у человека, например, сейчас нет денег, это понятно. Но отношения к будущему, что он не собирается их зарабатывать. Он ребенок, и мама в нем это культивирует. Я своему сыну сказала, он с тебя замуж никто не пойдет, потому что ты везде все разбрасываешь. Он говорит, пойдет. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я веселый и красивый. Ребенок по запросу до него. Вот он даже веселый и красивый, ничего не умеет, даже танцевать. Ну, вот такой еще приятный материалец, я бы сказала. Мама в нем еще это подогревает. Пусть идет, туда учится, сюда учится. Ну, какой он жених? Ну, если для него мнение мамы сейчас определяющее, то, конечно, это абсолютно неизвестная личность. Вам просто в этой семье что будет делать? Место какое будет отведено? Мне кажется, ему нужно еще взрослеть. Конечно. Роза? Ну, хорошенько. Ой, прелесть. Ну, не про вас. Не про вас. Вот болезнь. Вот еще бы лет пять. Ну, да. И я думаю, что он очень бы вам понравился. И вы привлекли бы его внимание. И он бы обязательно оставил в вашей душе след. На самом деле, важно то, что он говорил. Это все было не в кассу, неловко, нет никакой стройной концепции. Бывает, что стрельцы сами запутываются в том, что себе идеологизируют. Ой, главное, чтобы по кривой дорожке сейчас не пошел. Не будет там никакой кривой дорожки сейчас совершенно. Конечно, очень себя любит. И правда, семья в нем это каким-то образом пытается развивать еще. Но если бы отключить звук, если бы вот только та динамика, с которой он здесь присутствовал, А что шептал-то на руках? Это абсолютно ваш мужчина. Я чувствую, что как бы ей нравилось то, что я ее обнимаю. Ну, конечно, все в меру. Я там не стал как-то наглеть уже. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А пока идет реклама, второй жених подготовится к свиданию с нашей невестой. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Юля. Встречайте второго жениха. Привет. Привет. Безумно рад тебя видеть. Надеюсь, такое оригинальное знакомство мы с тобой будем долго и часто вспоминать в дальнейшем. Спасибо. Прелесть букетик какой. Прямо страсть страстная. Пожалуйста. Здравствуйте, Олег. С кем вы? Здравствуйте. Это мои друзья. Это Петр и Евгений. Давайте нас посмотрим. Олег. 28 лет. Заместитель начальника отдела в консалтинговой компании. Имеет три высших образования. Пишет статьи и журналы. Играет в волейбол. Занимается спортивными бальными танцами. Опасается содержанок, а также девушек, которые отчаянно стремятся выйти замуж. Расстался с возлюбленной, потому что та пыталась его переделать. Запрещала ходить на танцы и устраивала скандалы по любому поводу. Надеется, что Юлия не захочет ничего менять. Олег, у нас на повестке очень остро стоит вопрос социального статуса. Как у вас с этим делом? Ну, я думаю, выше среднего. А вы кто? Как минимум. По профессии? Вы бизнесмен, госслужащий. Нет, я работаю в консалтинговой структуре. Заместитель начальника отдела в консалтинговой компании. Имеет три высших образования. Пишет статьи в журналы. Играет в волейбол. Занимается спортивными бальными танцами. А доход у вас какой? Выше 100 тысяч? Выше. Проходит. Роза сразу. Проходит. Нормально. Олег, у вас были серьезные отношения с девушкой? Почему до свадьбы не дошло? Были. Не дошло до свадьбы. Стали часто ругаться достаточно. Я часто слышал истерики, скандалы, упреки. Ну, то есть по любому поводу. Сейчас я уже, конечно, понимаю, что повод он просто находился. То есть там задержался с друзьями в волейбол, поиграл. Понимаете, когда девушки без повода устраивают скандалы? Когда хотят замуж, а их не зовут. И они хотят до вас докричаться. Я знаю. Делают это по глупому. Понимаете, молодые люди, не только я, наверное, я не единственный такой. Наоборот, от этого пугаются и говорят, ой, нет. Я вообще думаю, что он не подходит ей. Ну, вот это мое чисто такое мнение. Несмотря, что ее интересует. Да. Да, смотря. Но по ней вид, я вижу, что ей нужно такие... Мне, например, чисто внешне он простоватый. Возможно, да. Ну, я тебе говорю, обычно достаточно московский парень. У него три образования, но он даже не может. Вот смотри, сколько он руками машет. Вот он все машет, машет этими руками. Ну, хорошо. Ну, вот, послушайте, Олег, я одного не понимаю. Ну, да, перед вами можно было истерить как угодно. Но перед потенциальной свекровью всегда хочется произвести впечатление, чтобы хотя бы она повлияла на сына и сказала, очень хорошая девочка, не пропусти. Да, очень странно, на самом деле, когда мама... Поэтому она при вашей маме, да расскажите, что там было. Не то, что при маме. То есть, ну, ко мне приехала мама, собственно говоря. Мы куда-то там пошли, куда-то вышли, пошли по магазинам. Ну, и где-то вот в процессе толкучки, я там с мамой общался, я маму как бы вижу там раз в полгода. И где-то в процессе толкучки там, ну, девушка просто от нас отстала, потерялась где-то там, не туда пошла, что ли. Потом, как бы, когда уже без мамы мы были, она мне устроила головомойку по этому поводу. Ну, соответственно, потом... Да зачем ее нужно было брать? Нужно было ей сказать, Люся, посиди дома. Она просилась. Ну, как бы, ну, нормально шла я девушка. Ну, это неприлично, послушайте, ну, так не делайте. Олег, это все-таки ваш прокол. Да, наверное, прокол был такой, ну, и тоже истерику у меня устроить, я потом не смог просто свои эмоции скрыть, то есть, как бы, когда у меня мама все это видела. Ну, а истерику как она устроила? Что для вас истерика? Вот, ты там на меня внимания не обращал, ты вообще не смотришь там, вообще там, я не хочу с тобой больше общаться. Кажется, им рулит мама, а он как бы так накидывает там на себя. То есть, думаешь, маска? Ну, конечно. У нее неуверенное лицо вообще, посмотри на нее. Скажите, вам нравится Юлия? Да, очень красивая девушка, я как бы лично, конечно, не общался на внешнем мире. Она не просто красивая еще, а вы посмотрите, у нее какой абсолютно конкретный посыл в мир. Знаете, чего хочет? Значит, получше. Это очень хорошо. А вы когда работу хотите поменять, я правильно поняла? Чтобы начальником стать, вам надо уволиться этой работы, перейти на другую? Сначала, наверное, мне нужно стать все-таки финансистом, потому что сейчас я айтишник, я хочу окончательно уйти в финансы, я очень с ними активно связан, но, соответственно... Вам очень лучше перспективно, кстати. Учиться надо? Ну, мне надо, как минимум, корочку. Вот. Ой, долгая песня. Ну, мало того, что не мешает, там еще и есть танцы. То есть очень много в вашей жизни сейчас, чем заполнено, много, чем сейчас в вашей жизни заполнено. Поэтому я один, наверное. Мне кажется, он за нудо вообще. Ну, мне кажется, такой себя любит очень сильно. Он себя любит? Он такой, да. Мне кажется, наоборот. Нет, себя любит парень, видно, такой, знаешь. А еще он еще танцует баймин и танцы, они все там такие. Ребеночек появится, какие тут танцы, какой-то, какая-то... А как скоро вы хотите детей? А как только, так сразу. То есть вы уже созрели, да? В принципе, да. То есть если я встречу мужчину подходящую, то я бы готова была. А вы готовы? Готова была. Честно? Честно. Я не вижу таких глобальных, чтобы я против был. Я просто сейчас себе это вот трудно представляю. То есть с моим текущим графиком... Ну, прагматик такой, прагматичный такой, корочка. Какой-то обычный какой-то. Нет, он продуманный, он продуманный. Скромный парень, видно. Вы из Питера можете переехать в Москву? В принципе, могу. Можете. А вы из Питер? Если вдруг там будет интересное предложение? Ну, если будет интересное предложение по работе, которое меня устроит, конечно, могу. Но в Москве вообще перспектив там больше. А у меня есть перспективы посмотреть то, что вы приготовили для невесты? Сюрприз? Да? Да, да, наверное. Я занимаюсь, собственно говоря, бальными танцами. Мы опять будем танцевать. Сейчас она уже в шоке, что сейчас начнутся танцы. Посмотри, все, она уже расстроилась. Мальчик, ты танцевала? Танцевала. Слева, сбоку. Музыку? Раз, два, три, два, два, три. Быстро, быстро. Он быстро. Он даже если танцор, но у него чего-то не... Как будто бы не доучился. Он не доучился, да. Или он ее не чувствует просто вообще. Тяжело наступать. Быстро. Спасибо, Олег. Спасибо, друзья мои. Проходите в свою помощь. По-моему, да. Но мне лично понравилось. Я так с трудом. По-моему, она тебя выберет. Что-то все наши женихи сегодня такие прижимистые, да? Танцоры. Прямо к вам прижимаются, а вы от них так, я смотрю, вам было дискомфортно. Слишком быстро было. Я не успевала. Было вам с ним как? Тяжело. С первым претендентом было лучше. Хотя тоже весь просто прилип к вам. Ну, как-то да. Энергетика у Юрии такая. Мужчина тянется. Я так, к сожалению, вальс я не смогу так обнять, как предыдущий кандидат. Как хотел. А как вам кажется, важно почувствовать в танце партнера? Я думаю, да. Особенно если я говорю, что нужно помедленнее двигаться, человек должен как-то слышать меня. А он как выучил? Вы ему поменяли, а он знает вот так. Ну да, он говорит, это быстрый танец. Мне не позволяет моя профессиональная гордость танцевать медленнее музыки. Понравился парень? В принципе, неплохой, целеустремленный мужчина. Думаю, он тоже многого добьется. Да. Я думаю, да, с тремя лучшими образованиями. Как вам, Анатолий? Ну, конечно, по сравнению с первым президентом, это гораздо более лучший вариант. Но все-таки, я думаю, это не тот вариант, не интуитивно кажется, который Юля будущему строит. Вот все-таки харизмы той, которую Юля мечтает, жесткость и характер, наверное, я все-таки не увидел. Мягковат, наверное, для Юли. Мягковат? Мне кажется, что да. Юля сейчас, конечно, не раскрылась, но характер у нее все-таки жесткий. Ты знаешь, Лариса, я вот обратила внимание, у нас на программе прямо, знаешь, вот как будто, даже не как будто, наверняка, какие-то высшие силы работы. Вот бывает, приходит такая вроде девушка, и никакая. Ну, такая доброжелательная. И женихи прям, то ли они чувствуют это, то ли они выстраиваются изначально, как ты говоришь, подобное, притягивают подобное. Вот вы сидите прям так, одолжение нам делаете. И женихи пришли тоже себя показать. Им как бы и невеста особо-то и не нужна. Вот я, о! Вот это, наверное, надо задуматься, почему так происходит. Может, вот себе посмотреть. А то мы тут стараемся, стараемся, а что стараемся. Рост, ты знаешь, ничего. Выдавали мы и беременных невест замуж, выдадим и деву. В смысле знака зодиака, я абсолютно в это уверена. То есть это на что девы? Олег, конечно, хороший парень, но под него нужно будет стелиться, мне кажется. Вот сказал, хочу на танцы, вы должны впереди паровоза бежать, чтобы записаться в кружок бальных танцев. У Олегов? Если он сказал, что мама гид, вы же должны быть первый, второй компот приготовить, быть прелестной, милой, нравится. Мне кажется, для него очень важно, чтобы вы были приятны во всех отношениях. А вы будете гнуть свою линию. Он раз раздражается, второй раз, а потом даст поворот, как вот предыдущей невесте своей. Не так кажется? Мне кажется, он не будет свою гнуть. Нормальная, скромная девушка. Что они решили, что у нас будет свою? Ну, зря ты так думаешь. Он же владелец фирмы. Да, ну, там что-то такое. Там что-то нечистое, но не похоже на владельца фирмы. Ну, конечно, он никакой не мягкий. Это человек с жесткостью молотка. Я бы сказала, что мистер Хаммер. Потому что родился в момент новолуния, в первом градусе Овна. Это такая квинтэссенция мужественности, прямоты, прямолинейности. Я бы даже сказала, иногда может быть обескураживающе прямолинейно. Я вообще согласен полностью. И девушке нужно рядом с ним быть абсолютно такой же. Под него как раз стелиться нет необходимости. Ей нужно быть таким же молотком, которое также способно в теме стукнуть. Вот та девушка, если бы она не устраивала тихо потом эмоциональные разборки дома или истерику, выяснение отношений, если бы она прямо там же, в торговом центре, когда она шла за ними, сказала явно, что ей не нравится вообще, что происходит? Давайте, если ходим вместе. Если бы она заявила о себе, это, может быть, выглядело бы бестактно, но это привело бы к желаемому результату. Вот готовьтесь, что его прямоту придется принимать, и готовьтесь отвечать на нее такой же прямотой. Мне кажется, что вы немного иной человек по складу. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы «Смотрена» продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Юле встретиться с третьим женихом. Проходите. Здравствуйте, Юлия. Меня зовут Роман. Это вам? Спасибо. И еще существует поверье, что голуби находят себе партнеров раз и навсегда. Я думаю, что вы сегодня на этой программе тоже найдете себе партнера. Это тоже вам. Спасибо большое. Пойдемте вас провожу. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. С кем вы? Это мой друг Евгений. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Спасибо. Роман. 32 года. Представитель крупной немецкой торговой компании. Гордится тем, что сам себя обеспечивает с 14 лет. Мечтает о трех дочерях. Предупреждает, что ищет властную женщину, которой готов подчиняться. Если она скажет к маме, значит к маме. Роман ни в чем не отказывал возлюбленной, пока та не села ему на шею. Когда Жанна отказалась рожать детей, он предпочел расстаться. Надеется, что Юлия окажется той, которую он ищет. Моя мечта. Мечта, наверное, всех женщин. Чтобы был и хорош собой, и состоятелен. И подкаблучник. Еще из Петербурга. Моя мечта. Боже мой. Не дано было. Почему подкаблучник? Я думаю, что Романа карьера подкаблучника не прельщает. Он просто хотел бы, чтобы жена была не вялая, не пассивного характера. А боевая дома. Вы знаете, по этому поводу Владимир Турчинский в свое время очень хорошо выразился. Что нормально ориентированный мужчина должен быть подкаблучником и должен это осознавать. А своей амбиции и как-то себя реализовывать он может на работе, на войне и так далее. Но никак не дома и не с женой. Каждый какой-то соберет по-разному свою девушку. Конечно. Кто-то финансово, кто-то харизма, кто-то... Знаешь, нету одинаковых людей. Но ведь у вас была девушка. Почему бы не дать ей возможность потренироваться на вас? Потренироваться в чем? Ну в чем. Вот она ведет себя отвратительно, а вы все терпите с улыбкой. Ну как классические подкаблучники себя ведут. Здесь дело-то не в этом, на самом деле. Дело в том, что мы жили долгое время, как бы я терпел все выходки, все было хорошо, замечательно. Стал зарабатывать хорошие деньги и стал вести дело к свадьбе и к детям. На что у нее было сказано, что свадьба, да, на детей будет рожать суррогатная мать. После этого мы и расстались. А почему? Ну она сказала, что после родов у нее может испортиться фигура, выпасть волосы, расшататься зубы и так далее, и так далее. Поэтому рожать она ни в коем случае не будет. А раз уж деньги есть, мы можем все подложить. Это, наверное, с теми бездельницами, с которыми вы ее познакомили. Ну когда стали зарабатывать деньги, она стала летать в Милан, там, на распродаже. Да, с состоятельными тетями общаться. Да, да. Но те-то по известным причинам не могли родить, а эта-то дурочка наслушалась. Наслушалась, насмотрелась и решила вести такой образ жизни. Вообще вопрос принципиальный. То есть у нее еще и с головой было не очень, да? Ну по всей видимости, да. А вы почему, Роман, с 14 лет работаете? Что, от вас родители отказались? Нет, родители от меня не отказывались. Мне просто было интересно. Очень многие известные романы. Романы, очень многие известные романы, романы, я имею в виду, романы, да? Я поняла, да. Начинают работать с 14 лет. И посмотрите, что из них вырастает. Ну это только те, у кого фамилия начинается на Абрамове, а заканчивается на Чик. Да. А вот вы больше, наверное, не только 100 тысяч, да, и там 500 тысяч. Ну нам статусный нужен, понимаете? А что в понимании Юлии статусный? Ну вот чтобы денег много было зарабатывала. Зарабатываю? Чтобы вот так вот выглядел, с модной стрижечкой, такой ухоженный весь, модный. Мне кажется, вы подойдете. А вас не смутило, что Юля не может четко рассказать о своих пристрастиях, о своей жизни, о каких-то моментах, что она тушуется? Найдете ли вы здесь вот ту самую женскую харизму, которая дома будет управлять? Ну я думаю, что да. Раз у Юлии есть своя юридическая фирма, то она, наверное, в ней как-то руководит, да? И как, если она руководитель, то она всяковластная, да, то есть она в любом случае не дает своим подчиненным. Что происходит-то? Сейчас она волнуется, переживает, нервничает. Много мужчин, она одна. Сейчас, по-моему, начитался или что-то насмотрел по поводу властности женской. А скажите, а Юля вообще стерва или все-таки не дотягивает до вашего дела? Ну я думаю, что да, она просто сейчас ее в себе немножко сдерживает. А так она может показать свой характер. А вам прямо нравятся такие, да? Конечно. Ужас. Почему? Интересно. Интересно попротивоборствовать? Конечно. Пообуздывать? Ну где они в Юле увидели стерву? Посмотрите, нормально, скромная девушка. Олег, ну если вы будет шанс, попробуешь найти. Нет, вот стерву я точно искать не буду. Роман, напрасно вы думаете, мужчины, что если вы берете в жены стерву, то счастье вам обеспечено. Стерва пройдется и по соседям, но и по вас тоже тракторам, и по вашим родственникам. Пересмотрите. Возьмите хорошую, возьмите с характером, ну возьмите порядочную. Потому что стерва, она априори, это женщина непорядочная. Понимаете, та, которая подбирает, которая беспринципная, пойдет по трупам. Не надо, Роман, ну зачем вам? Ну для этого у вас... Я как раз таки имею в виду, что девушка должна быть с характером. Просто, может быть, не так поняли стерва. Стерва это, наверное, все-таки плохо. А характер должен быть. Ну, если я сказала к маме, значит к маме. Хорошо. Согласна. Я скажу, да. Да? А я скажу. Покажите сюрприз. Пуля, мы знаем, что вы изучаете французский язык. Что может быть лучше в изучении французского языка, как французская литература на французском языке? Спасибо, Варь, молодец. Плак. Это классики французской литературы. Берегите, пожалуйста. Спасибо. И какая коробочка у вас тоже со страстным призывом. И голуби. Вот просто символически все подходит. Называется «Готов». Готов. Готов. Голевой властный человек. Знать созрело. Созрело, точно. Да. Евгений, а вы как почувствовали готовность своего друга к женитьбе? Вы-то же самый женатый? Да, конечно, я женат. Вы знаете, мне надоело. Мы в баню постоянно ходим. Постоянно моя жена готовит. Пора бы уже его жене как бы нам тоже готовить. Ну, понятно. Как только приходит друг в семью и завидует, что там детки, что семья в сборе, наготовлена. Он созрел. 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 Да. Тоже ярко выражено. А что, у жены нет подружек незамужних? Давайте не будем это обсуждать. Почему? Ну, какие подружки, о чем вы говорите? Вот сидит человек, которого мы должны сегодня забрать. Молодец, прям взял и всех устранил подругу. Вам с точку. Да. Мы прямо нашим, нашим вателем. Не просто ж так, друг. Мне кажется, ей еще повеселиться хочется. А не сесть в квартиру. Они уже хотят более такое, чтобы жена была. Жизнь добавила. Ну, блин, все-таки 30 годов. Да, все равно, конечно. Спасибо. Все, понятно. Проходите. Вообще классно. Слушай, мне надо забирать ее. По-любому надо забирать. Я думаю, что 100%. Смотри, давай, давай про нас сейчас будет говорить. Как Роман подходит? Одним словом прям. Ну, гораздо лучше, чем предыдущие варианты. Я лоскую гораздо больше. То, что Юле нужный как раз. Я уже тебе говорю. Конечно, без вариантов. Нет конкурентов. Хороший питерский парень, хороший друг. Абсолютно готов жениться, на самом деле. Поверила всему, не красуется, верю. Мужчины, которые на руководящей должности за день так накомандуются, что дома хочется, ну, не заниматься еще руководством жены, детьми, тещами и так далее. Хочется быть в подчинении. Хочется прийти и отдыхать. Чтобы руководила всем жена. Поэтому верю, допускаю, распространено. А как по-другому? Так что... В гороскопе у Романа планета, которая отвечает за брак, соединяется со звездой Алголи, глазом медузы Горгона. Я вот первый раз вижу в своей практике, чтобы это так буквально сказалось на предпочтениях мужчины. Чтобы он просто говорил, вот хочу себе такую Горгону, испепеляющую взглядом. Пускай будет. Правда хочет, но миф, если копнуть совсем глубоко, он про то, что мужчина в этой схватке победу одерживает, потому что Персей голову ей отсекает. Поэтому, что могу сказать, нужно проявлять, конечно, характер с этим мужчиной, но понимать, что и он в ответ характер тоже проявит. Олесечка, Анатолий, кого советуете? Ну, мое все-таки мнение на последнем президенте. Роман зовут его. Стоит обратиться в свой пристальный взгляд. Ну, по всем параметрам он больше всех подходит. Олеся? Я абсолютно солидарна. То есть я другого даже представить близко не могу. Слушай, ну что? Что делаем? Мы забираем ее или нет? Мне очень понравилась девушка такая приятная, симпатичная, с фигурой, с головой. Я думаю даже, что она скромная. Скромная, да? Ой, а мне Никол понравился. И что? Молодой, как футболист. Семья вон хорошая, весело вам будет. А то вы какая-то смурная просто-напросто. Уж не знаю, чем вы там руководите, но то, что вам как-то вот позажигать 24 года надо, а то уж прям, думаешь, какие проблемы решаете там серьезные. А с Николкой вы как раз вот. Ну, как тебе невеста? Ну, хорошая невеста, понравилась. Я думаю, что если зайдет, да, я выйду за ней. Ну, конечно, очевидно, что вы пойдете к Роману. Зачем я сейчас буду здесь тратить время эфирное? Конечно, пойдете к нему и правильно сделаете. А я вот хотела бы потратить времени и переубедить. Вам среди всех трех мужчин больше подошел бы Олег. В том, что касается и отношения к жизни, и темперамента, и какого-то соотношения с ним. Олег, тебе понравилось, Юля? Ну, симпатичная девушка, конечно, но, естественно, надо общаться. То есть так вот сразу я расскажу. Ну, единственное, что, конечно, она в Питере. То есть поедет она ко мне или не поедет, это тоже, и как мы будем видеть, как мы будем общаться. Но Олег тоже нуждается в женщине немножко другого склада. Вот и получается, что вы можете либо осчастливить себя, пойдя к Олегу, либо вступить в сложные отношения с Романом. Я понимаю, я тоже вижу, что он вам понравился, но звезды говорят немножко о другом. Ну, когда кого трудности пугали, правда? Хотя слушайте свое сердце, оно вас точно приведет куда нужно. Мы вас поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Станислав, 23 года, номер 2788. Организатор детских праздников. Любит активный отдых. Мечтает оставить свой след в истории человечества. Познакомится с жизнерадостной стройной брюнеткой с чувством юмора. Юлия, 23 года, номер 2789. Системный аналитик в компании. Любит гулять по городу и надеется, что ее избранник составит ей компанию. Разделит любовь и увлечение с мужчиной от 25 до 30 лет, который сумеет ее покорить. Мы не знаем, выйдет Юлия одна или с избранниками. Я приглашаю всех выходить, давайте ее поддержим. Ура, Юль, привет. Мы верили в тебя, что ты к нам придешь. Пойдем. Сегодня у нас есть пара Юлия и Роман. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смсами им героя на номер 4151. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Удачи. Если вы хотите выйти замуж с помощью свекрови и сыграть свадьбу, принимайте участие в новом проекте Первого канала, заполняйте анкету на сайте 1tv.ru и становитесь участником захватывающего реалити-шоу. Если ваш сын одинок, и вы считаете, что можете ему помочь с выбором будущей жены, принимайте участие в кастинге нового реалити-шоу и заполняйте анкету на сайте 1tv.ru. Ну так какая должна быть девушка? Чтобы голова у нее не болела. Такая, чтобы патроны подносила. Чтобы такая была, знаете, и кулачком могла пристукнуть, и по карманам по вашим пошарить. А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу.